Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как проходят выступления в США Людей, которые считаются знаменитостями, являются звездами в странах постсоветского пространства Ни для кого не секрет, что обычно билеты на концерты любых знаменитостей стоят достаточно дорого И возможности у людей потом, например, если кто-то мечтает сфотографироваться со своим кумиром Или взять автограф, или просто пообщаться Элементарно задать какой-то вопрос, может кого-то интересует Как человек добился таких высот? Как он себе поставил цель? Как вообще проходили все эти тяготы и лишения? Как происходят вещи в шоу-бизнесе? И так далее То есть у людей возникает множество вопросов И достаточно тяжело, мне кажется, задать вопрос своему кумиру, если ты в России Я вам расскажу, как проходят выступления знаменитостей из России и стран постсоветского пространства в США Во-первых, начнем с цен на билеты Билеты всегда, когда я жил в России, билеты на любые концерты стоили достаточно дорого Относительно моей месячной зарплаты Уровень жизни людей не такой высокий, чтобы позволить себе часто ходить на концерты И наслаждаться творчеством своих любимых исполнителей Значит так Совместное фото Вы можете забирать всех прямо сейчас Цены на билеты знаменитостей в США в основном от 50 долларов и, например, до 150 То есть возьмем среднюю цену на билет в размере 100 долларов Есть, конечно, какие-то исполнители, у которых более дорогие концерты Это зависит от площадок То есть если они выступают в каких-то все-таки более больших залах То цены бывают, конечно, подороже Или когда знаменитости выступают в больших ресторанах Где нет концертного зала, где нужно заказывать столик, заказывать еду То есть нужно оплатить счет ресторана И плюс к этому идет стоимость на билет То есть в таком случае билеты стоят дороже То есть там бывают, например, в районе 300 долларов Чаще всего знаменитости приезжают в самые обычные залы То есть это залы различных школ, актовые залы различных общественных организаций И, естественно, рестораны В таком случае цена на билет Ну, возьмем в среднем от 50 до 150 долларов То есть возьмем среднюю цену в 100 долларов Что такое 100 долларов относительно заработка у людей, живущих в Америке? Возьмем простые профессии Например, официант, строитель, водитель Начнем с официанта Официант может выйти на смену и заработать, не знаю, 100 долларов в день 100-120 долларов в день заработать не проблема То есть если ты хочешь пойти на концерт любимого исполнителя Ты можешь выйти один день, поработать Принести с собой 120 долларов домой И идти на этот концерт То есть, например, чтобы пойти на концерт любимого исполнителя Вам достаточно выйти на работу И поработать один день официантом И у вас уже будут деньги С другой стороны Если вы вышли в понедельник на работу Во вторник, в среду, в четверг, в пятницу Уже 5 дней вы поработали 5 дней по 150 долларов вы принесли домой Значит, вы смотрите У вас уже 750 долларов в кармане В субботу концерт любимого исполнителя Вы уже можете задуматься Стоит ли идти на концерт любимого исполнителя Или выйти еще раз снова на работу Потому что если вы не выйдете на работу То вы мало того, что потратите 150 долларов на билет На концерт любимого исполнителя Вы еще потеряетесь, например, 150 долларов Которые вы бы могли в этот день заработать Если вы отработали 5 дней И в субботу собрались идти на концерт любимого исполнителя То при работе официантом Суббота-воскресенье Это самые денежные дни Поэтому вы потеряете 150 долларов на билет И еще потеряете 250 долларов Которые бы вы могли в этот день заработать Суть в том, что стоимость билета Это примерно, то есть можно один день отработать и иметь деньги пойти на концерт любимого исполнителя. Если вы вышли поработать на стройку, то от 120 долларов зарплата, если вы делаете крыши, работаете на руфинге, то там и 250 в день можно заработать. Если вы вышли на Uber на такси, поехали покататься на Uber на своей машине, вы тоже можете заработать 120 долларов в день. Если вы вышли поработать, если вы работаете на траке водителем, вы можете заработать 350 в день. То есть в любом случае за день работы примерно вы можете себе этот билет на концерт окупить. Концерты исполнителей знаменитых проходят в основном в школах, актовых залах, ресторанах. Конечно, по качеству звука, по качеству всего интертеймента местные залы уступают. Это небольшие концертные залы, в которых выступают знаменитости в России. Обычно это места поменьше, потому что все-таки русскоязычных людей в Америке меньше, чем русскоязычных людей в России. Поэтому здесь и залы попроще, и билеты подешевле, и обстановка поспокойнее. То есть люди приходят на концерт здесь. Мы вот с вами сегодня пойдем на концерт смешной и еще смешнее. Александр Рева и Михаил Галустян. Какая обстановка на концертах знаменитостей из России у нас здесь в США? Когда вы приходите на концерт знаменитостей в России, то там очень много людей обычно, большой концертный зал, много охраны. К этому человеку, которого вы любите, цените, почитаете его творчество, к этому человеку не подступиться. Здесь в Америке обстановка совсем другая. После концерта вы можете подойти, сфотографируют вас, помогут, подскажут, отношения отличные, добрые. То есть вы здесь, в Америке, видите, что этот исполнитель, актер или музыкант, он такой же простой человек. И вы можете абсолютно легко с ним сфотографироваться, задать ему какие-то вопросы. И вся вот эта напыщенность, которая создана в телевидении, которую мы видим в клипах, весь этот антураж, конечно, он на самом деле все это гораздо проще. И когда ты ходишь на концерты этих людей, ты понимаешь, что они такие же простые люди, как мы с вами. Просто они очень тяжело работают, они выступают, они много готовятся. Это на самом деле очень тяжелый труд, будь это театр, будь это музыка или какой-то другой вид творчества. Это тяжелая работа, и эти люди в большинстве своем, своим тяжелым трудом и плюс своим талантом, да, они достигли этих высот. Но мы с вами ходим на концерты и видим, что это абсолютно такие же простые люди, как мы с вами. Здесь у нас в Америке чуть-чуть потяжелее со временем, чем в России, поэтому на концерты я хожу реже. Но могу сказать, что я посещал концерт Юрия Шевчука, потом также я ходил ради интереса на группу Иванушки. И вот сегодня мы с вами пойдем на концерт Александра Ревы и Михаила Галустяна. Сразу многие скажут, что вот, все это колхоз, стоило ли уезжать в США, чтобы снова ходить на русских исполнителей. Я скажу вам, что я хожу на эти концерты чисто из интереса. Если вы думаете, что я приехал в Америку и смотрю только на русских, потому что здесь такое популярно, что есть много русскоязычных районов, и люди уезжают в США, но они не учат английский, они продолжают жить в нашем русском сообществе, ходить на русские концерты, слушать русскую музыку. Такого здесь тоже много, но я вам хочу сказать, что если вы сейчас хотите надо мной посмеяться, что вот, мол, он уехал в США, а продолжает ходить на то же самое, что у нас, я вам скажу, что я слушал всю жизнь, с детства много рок-музыки, и я ходил здесь на такие группы, как Offspring, Bad Religion, Gwen Stefani, Deep Purple, Alice Cooper, Dream Theater, Soundgarden, Nine Inch Nails. То есть я много концертов американских исполнителей здесь посетил, и я слушаю абсолютно разную музыку, больше всего, конечно, я люблю рок, но сегодня я вам хотел рассказать именно про звезд из России, поэтому не сочтите меня попсовиком, но ради интереса на многие концерты я хожу, чтобы рассказать об этом вам. Ваера! Ребята! Это у нас концерт Александра Ревы и Михаила Балустияна, Филаделька. Цвет настроения кари, просроченный я съел в мигарь. Я солидный бизнесмен, восемь точек, три лотка, я вхожу в десятку ворс, правда, в рамках городка. У меня раздутый штат, вместо Руси и Цига, индустрию свою я, конкурентам не отдам. Кукуруза, кукуруза, кукуруза смелая, мощная, сочная, бай-бай-бай. Гремит гроза, А Коля в бреде так смеялся, собрание. Мы с женой нам поделем, тут много семейных пар, кстати. Мы без детей, и все сегодня без детей. Нас просто меняют местами. Это свингер-клуб Сансара. Круговороты людей. Ой, мама, ой, папа, ой, дядя, ой. Выйду в поле я с поросем. Ой, с поросем. С поросем по полю пойдем. Ой, пойдем. А под утро в поле Выпадет роса. Сяду я верхом тогда на поросях. Еду поросе, Я на поросе. Поросе, поросе на поросе. Спасибо! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok